Исполнение государственной программы лесное хозяйство Тверской области в текущем году рассмотрели на заседании регионального правительства. Определены задачи на последующие два года. Подробности у Натальи Чегет. Тверская область занимает первое место в ЦФО по площади лесов. Они составляют более 4 миллионов 900 тысяч гектаров. Это около 55 процентов территории региона. Начиная с заседания правительства, губернатор подчеркнул, что для Тверского региона важно обеспечить рациональное использование лесных богатств. В том числе для развития деревообрабатывающей промышленности. Лес должен иметь очень важное хозяйственное значение для жизни и работы наших граждан. Первое, это, конечно же, рекреация и наши легкие. Это качество окружающей среды, чистый воздух. Вторая история, это хозяйственная деятельность. Это лесозаготовка по лесоустроенным участкам. Третье направление, это лесовосстановление и сохранность наших лесов для будущих поколений. И четвертое, конечно, это защита от пожаров и негативного техногенного воздействия в результате действия или бездействия человека. Это очень важно. В прошлом году в Тверской области стабилизировали объем заготовки древесины после некоторого снижения в 2022 году, вызванного санкционным давлением. Одна из задач на этот год — сохранить объемы по лесозаготовке в пределах допустимых возможностей. При этом другое, не менее важное направление — обеспечение стопроцентного восстановления площади вырубленных лесов, как это предусмотрено государственной программой. В этом году планируется получить из питомников 28,5 миллионов штук саженцев и сеянцев деревьев. К слову, по итогам оценки Россельхоза, за прошлый год Тверская область вошла в десятку лучших по итогам работы лесного хозяйства региона. Это оценка, которая, на мой взгляд, достаточно высокая. Дана Тверской области, лесоводам Тверской области. Попадание в топ-10 — оно не первый год, оно на протяжении нескольких лет. Сейчас в Тверской области действует особый противопожарный режим. Для защиты лесов от пожара в регионе ежегодно проводится опашка, прочистка и создание минерализированных полос. Ведется наземное и авиационное патрулирование, видеонаблюдение, спутниковый мониторинг. В этом году для усиления этой работы, а также для выявления незаконных рубок леса, планируется приобрести 42 беспилотные авиационные системы. А для профильных организаций закупается лесопожарная, лесохозяйственная техника и оборудование.